В один прекрасный момент все мальчики и девочки становятся юношами и девушками, которые, преодолевая застенчивость, запреты и барьеры, стремятся навстречу друг другу и вступают во взрослые отношения. А самый первый опыт таких отношений нередко влияет на всю их дальнейшую сексуальную жизнь. Первый сексуальный опыт оказывает большое значение. Недаром в анкетах врачей-сексуологов указано это отдельным абзацем. Мужчина, в общем-то, очень многое вкладывает в этот день. И в тех случаях, если у него что-то не получается, если он вступает в половой контакт с барышней, которая его не ценит, не любит, которая позволяет себе колкости какие-то, небережные отношения, то великая вероятность, что у него что-то может не получиться. И дай бог потом ему встретится женщина, которая развеет его эти сомнения. Особую важность имеет первый раз для женщины, как существа более восприимчивого и эмоционального. Неудачный первоопыт часто становится причиной женских сексуальных дисгармоний и даже негативного отношения к мужчинам вообще. Те девочки, которые вступают в половую активность слишком рано, не понимая того, калечат свое сексуальное здоровье, поскольку не проходят все этапы психосексуального развития. Это полтонический, эротический компонент. И повинуясь общему такому зову, знаете, порой школьным каким-то вот новым традициям, что вот все уже не детственницы, мне пора и так далее, если девушка вступает в отношения не по любви, а без какой-то взаимной симпатии, то, в общем-то, можно говорить, что это первая психологическая травма, нанесенная ей собственноручно. Кроме того, именно женская половина юного поколения гораздо чаще становится жертвой сексуальных насилий. И в этом случае девушке требуется психологическая реабилитация. Как говорят психологи, не менее серьезная, чем для участников военных и боевых действий. Женщина спустя десятилетия может в деталях помнить об этом. И, в общем-то, даже имея заботливого, хорошего, замечательного супруга, все равно иметь проблемы в сексуальной жизни, поскольку это травма родом из прошлого. Обращаться чем раньше, тем лучше, потому что на свежую можно еще по-другому пересмотреть, не позволить войти уже в глубину сознания, подсознания. То есть проблема, чем дальше, тем она врастает в психику глубже. И вытаскивать ее становится все сложнее, с каждым годом все больше и больше. Но это все-таки возможно. С чистой медицинской точки зрения половая жизнь у физиологически зрелого подростка в 16-17 лет в принципе не вредит его здоровью. Но для правильного психосексуального развития начало ее стоит отложить до достижения полной психологической и социальной зрелости. Начинать сексуальную жизнь нужно в том возрасте, когда человек к этому готов. И это зависит и от половой конституции, и в первую очередь дееспособности, созревания. Если мужчина, девушка прошли все этапы психосексуального развития, если они встречаются по любви, если они понимают, что сексуальная активность может приводить к беременностям, они умеют предохраняться, они несут ответственность за отношения. И это не своеобразная сексуальная гимнастика, а в первую очередь хорошие отношения, которые, дай Бог, будут потом продолжением, то вот в этом случае можно говорить о гармоничном начале сексуальной жизни. Сексуальность — это лишь часть человеческой жизни, а сексуальная жизнь — часть взаимоотношений между двумя людьми. У интимных отношений обязательно должен быть надежный фундамент из обоюдного желания, доверия и зрелой ответственности.